Всем привет! В этом видео мы коротко расскажем о нашем и не только нашем участии в фестивале туристов-парусников «Черное море-2023». Фестиваль проводила компания «Кулик» и ее организатор Анатолий Палыч на побережье Черного моря в городе Геленджик с 1 по 7 мая. Об этом мероприятии мы узнали еще в ноябре и уже тогда задумали в нем поучаствовать. Путь предстоял нам немаленький. От нашего города до места сбора предстояло проехать 2900 километров. Выехали мы вечером 26 апреля с запасом времени, чтобы по пути заскочить еще на одну парусную регату «Саркел-2023», проводимую в городе Цемлянск. До Цемлянска мы проехали 2200 километров. Место сбора, как всегда, на городском пляже. Вода в этом году прибыла, так что затопило пол пляжа. В этой регате мы принимали участие в 2022 году. Со многими познакомились, хотелось поздороваться и провести выходной день после двух дней дороги. Экипажи прибывают из разных уголков России, разбивают лагерь, собирают катамараны. Все воодушевлены предстоящим открытием сезона. Эта регата тоже собирает большое количество участников и катамаранов. Немного погостив на берегу Цемлянского водохранилища, выехали до своей конечной цели. В том числе проехали по платной дороге М4 Дон. На трассе Ростов-Краснодар проехали три пункта отзимания платы. Общая стоимость проезда в выходной день составила 680 рублей. Не очень-то и дешево за 270 километров. При этом первый платный участок ремонтировали. Для движения открыта одна полоса. Второй участок практически весь в колеях. Впечатление от платной дороги не очень. И вот мы проехали Краснодар, небольшой участок Адыгеи, живописнейший горный серпантин и под звуки грома и молнии въехали в Геленджик, город-курорт Краснодарского края. Место базового лагеря находилось в районе Тонкого мыса, на базе отдыха взлет. Там мы заранее забронировали домик на троих человек на все эти дни, что предстояло провести на этой части побережья. Погода снова начала свирепствовать, палил сильный дождь, ветер разогнал огромные волны. И уже проезжая мимо пляжа, закрались сомнения, случится ли вообще фестиваль и сможем ли мы выйти на воду. Однако увидели, что работа по сборке катамаранов на берегу вовсю кипит, даже в такую погоду. Все на позитиве. Первое мае, праздничный день, понедельник. С утра снова зарядил дождь, временами затихая. В одной из таких затишей успешно открыли фестиваль с поднятием флага. Запланированная пора отгонка судов вдоль набережной города была отменена из-за неблагоприятных ветроволновых условий для наших кораблей. Вся наша уральская команда уже подъехала. И нас не напугаешь суровой погодой. Мы сами суровы, потому что мы с Уралом. Воодушевившись примером участников, которым не страшны ни моросящий дождь, ни штормовой ветер, мы тоже приступили к сборке своего катамарана. На тот момент времени я насчитала 27 кораблей. Одни стояли и были полностью готовы к выходу, другие лишь на стадии сборки, как у нас. Но это была не окончательная цифра. Вечером состоялось представление команд участников. Мы называем не Гатеринбургский форекс, а Уральский форекс. Именно Уральский форекс. Так вот, на Урале есть озера. На Урале сосны, горы, солнце, ветер и утесы. Капитан, реки, патрозы! А вот моря на Урале нет. Мы давненько не видали моря. Нету на Урале. Все. Море окунуть в баллоны. Мы сюда везем колонны. Три дня ехать не в ломы. По труда ура ломы! Нам озера и речек мало. Мы суровы, мы с Урала. Ну, держись, катамарат. Дальше будет Альян. Вам запомнить нас нетрудно. Есть у нас четыре судна. Добрались издалека. Везете варю кулика. Бинго! Бинго! Парус белокрасный. Для соперников опасный. Юра, новый рулевой, как борьбоса с бородой. Не перепутать. Есть аль-денте. Парус белый. Андрей Павлов очень смелый. Он енотов не боится. За призы готов сразиться. У него енот пророжок за дробом. Архидет, ремарант. Слава, Симонар. Славный капитан. Желтый парус цвета манго. Подывает кэп-хатанги. Это его кличка. Доходу. Рома. Задница иголка. И название судна «Елка», соответственно. Его парус белосиний. Первым он маршрут носили. Мы доехали сюда. Троекратное. Ура! 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 Очень рады сходить. Спасибо за то, что вы приехали за компанию. Отлично. Итак, это был УПТК. Ураский парус от туристических клуб. Четыре команды. Чем и хорош формат фестиваля? Тем, что он собирает увлеченных людей из разных уголков России. Таких, как Новокузнецк, Омск, Иркутск, Сыктывкар и Мурманск, Москва и Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург и многие другие. Мы в твоем кофе, на катабараре. На просторе. На просторе. И все-таки море, останется море, И нам никогда не прожили. Расскажи мне старик, Как быть добрым, большим, Мудрым и постоянным. Приоткрой мне старик, Тайных ревних морей, Ты ведь жидаем найдешь, Чем с тобой поделиться. Второе мая, вторник. Запланированы короткие гонки в районе базового лагеря. Утро всех порадовало. Тяжелые штормовые тучи отступили. Дождь прекратился. Ветер стих, и море стало успокаиваться. Это вселяло во всех надежду. Участники завершали сборку катамаранов, Переносили их ближе на береговую полосу, Ставили паруса, И ждали заветный гудок на брифинг. Ветер стих. Субтитры сделал DimaTorzok И вот оно долгожданное собрание капитанов 32 катамарана Все с нетерпением ждали выхода в Черное море То есть идем в направлении, скажем так, Генжикский маяк Самый ближний мыс и посередине Торчит зеленая виха Значит мы выходим туда Огибаем ее левым бортом Финишируем здесь Это парад гонки Организовано было несколько треугольных гонок Результаты которых шли в зачет На момент старта поналетели черные тучи Заморосил дождь Ветер усиливался порывами Субтитры сделал DimaTorzok Не все корабли смогли самостоятельно финишировать Не все корабли остались после этого целы У кого-то оборвало трос и упала мачта У кого-то поломался шверт И вышел из строя руль Отойдите, дайте я тебя опять снять Подойдите Но те, кто смог отгонять все треугольники по полной Адреналина тоже хапнули в такую погоду по полной Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ровно в 10 утра Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok За что делались лишь легким испугом и крепким словцом от Анатолия Павловича Гонка продлилась более 8 часов Почти все успели финишировать до положенного времени Расположился весь лагерь в непосредственной близости от берега на турбазе где всем хватило места с комфортом разместиться и поставить палатки Пятого мая в пятницу запланированный четвертый этап ралли Креница-Бета-Креница не состоялся в связи с запретом пограничников Доброе утро! Доброе утро! То ли доброе, то ли доброе утро! Но не беда! Зато состоялись гонки капитанов, матросов и короткие гонки по треугольникам Вы стартуете отсюда получается правым бортом огибаете Вот этот слаг Ну хорошо, пускай будет вот этот слаг Идете сюда, огибаете Это береговой Да, это береговый слаг Вот у вас знак желтый стоит Вы его огибаете, желтый получается и снова идете на красный и делаете вторую петлю После того финишируете и ставите на свою стоянку куда хотите Гонка капитанов это прежде всего проверка мастерства наших рулевых Старт был с берега Финиш в створ между буйком и флагом Надо было сделать две петли И-дем ух, дед ух, дед Ух, дед Вдох, дед Ух, дед Ка-дед Ух, дед А что будет с матросами? Ну, матросов много. Гонка матросов состоялась, но уже не в таком количестве, поскольку не все матросы разбираются в управлении катамараном. 6 мая, в субботу, было принято коллегиальное решение не идти в Джанхот, а сделать полный переход от Креницы до Турбазы Взлет. В связи с неблагоприятным прогнозом погоды на следующий день был обещан сильный шторм. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Это была интересная гонка. Мы иштили вали и меняли генакер на спинакер. В конце словили неплохой порыв и долетели до финиша первыми. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Седьмого мая в воскресенье состоялись заключительные гонки по треугольникам. После были подведены итоги регаты, состоялось торжественное награждение победителей и призеров соревнования, а также закрытие фестиваля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Сразу вызываем бутылочку хорошего, домашнего. Второе место. 12 квадратов сзади. Рулевой Павлов Андреевич, Снегирев Сергей. За пять дальше. Сами одеваются. Памятные медали. Ну и за второе место. Вот у вас двое. Так, отлично. А первое место. Понятное дело, главный судья соревнований. Себя не обделил никак. Своему пазу сам присвоил. Рулевой судно. Домашов Валерий. Главный судья соревнований. Собирает. Первое место в классе 10 квадратных метров. Занял постоянный участник наших фестивалей. Постоянный победитель наших фестивалей. Выступающие семейными экипажами. Пульникова Татьяна и Пульникова Мария. Первое место. Свой призовой улов мы все же взяли. День мы также разобрали катамараны, погрузились и под грозные и пугающие тучи на прощание прогулялись по набережной Геленджика. Можно смело заявить, что фестиваль на новом месте удался. Море – интересная многогранная акватория. Со своим характером. То спокойным и ласкающим, то взрывным и штормовым. Спасибо организаторам Анатолию Палычу за теплый прием и возможность пофестивалить на Черном море под парусами. Всем участникам за общение и добрый дух соперничества. За душевную атмосферу. Спасибо всем за отличный фестиваль.